Ни для кого не секрет, что так называемые лидеры России и Китая нередко появляются вместе на экранах. Кроме того, эти две страны на протяжении большей части своей истории часто соприкасались друг с другом. Сейчас соседние государства продолжают поддерживать серьезные экономические и дипломатические отношения. Но вот что за этим стоит, это уже другой вопрос. В этом ролике мы поговорим как раз о том, что на самом деле связывает КНР с Российской Федерацией. И все ли там так гладко, как иногда может показаться. Меня зовут Семен, канал Мегашу ТВ. Начинаем. Отношения Китая и России до полномасштабной войны. Так как эти государства почти полной своей частью находятся в Азии и считаются самыми большими, то очевидно, что хотя бы минимальная связь между ними будет. В первую очередь это экономический потенциал, который государства могут получить друг от друга. Ну и, конечно же, их безопасность. Ведь чем больше людей, чем больше ресурсов и денег, тем страна серьезнее будет подготовлена в военном аспекте. Россия остерегалась Китая на Дальнем Востоке всегда из-за демографической асимметрии. Такие фобии усилились после коллапса СССР и открытия границ. С одной стороны, жители КНР поехали работать в РФ. С другой, сами россияне из-за экономической стагнации эмигрировали в западные области. За 30 лет 2 миллиона россиян уехали с Дальнего Востока. При этом, в отличие от российских граждан, китайский народ ездил на российский восток по большей части на временные заработки. Нежелание оставаться в РФ объяснялось двумя причинами. Во-первых, отсутствие стабильной экономической перспективы. Во-вторых, культурные, языковые и административные барьеры. При всех своих опасениях российская федерация постоянно пыталась укрепить отношения с КНР. В апреле 1996 года лидеры Китая, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана встретились в Шанхае для подписания соглашения об отводе войск от бывшей китайской советской границы. Это соглашение привело к образованию шанхайской пятерки, которая в 2001 году стала шанхайской организацией по сотрудничеству. Этот договор стал основой будущих отношений азиатских стран. Следующая значимая встреча лидера Китая и РФ произошла в 2004 году. Тогда Путин с экс-главой Ху Циньтао подписал дополнение к соглашению российско-китайской госграницы, на основе которого Китай получил ряд территорий на реке Амур общей площадью 337 квадратных километров. В России такая сдача земель вызвала серьезную волну хейта. При этом уже тогда президент РФ опасался китайских амбиций и решил отдать спорные территории мирным путем. После Китай еще не раз задавал РФ риторические вопросы об островах, лежащих между двумя странами на Алтае. Я думаю, вам понятно, о чем это говорит и почему китайские власти до сих пор присматриваются к России и не хотят терять с ней контакт. Рано или поздно те же вопросы о территориях поднимутся еще раз. Помимо территориальных соглашений, КНР и РФ постоянно укрепляли свои отношения бизнесом. Взаимная экономическая выгода всегда стояла между этими государствами и, по сути, держала их на плаву. Чаще всего инвестировали китайцы. В целом, китайские инвестиции на российском рынке до полномасштабной войны сводились к 50 миллиардам долларов. Такие большие цифры объяснялись тем, что после того, как Россия в 2014 году напала на Украину, от нее частично отвернулся Запад. Поэтому весь свой экономический и ресурсный потенциал она развернула в сторону Востока. При этом среди российской элиты с каждым годом росли разочарования с состоянием китайско-российского сближения. У россиян стал появляться очевидный страх перед возможным укреплением КНР в Азии. Объяснение этому одно. Это военная угроза со стороны Китая. А увеличилась эта угроза с каждым годом благодаря таким факторам. Пропасть между экономическим и технологическим развитием стран. Размер российской экономики равняется одной южно-китайской провинции Дзянсу. Это в первую очередь влияет на смену акцентов и статус игроков в двухсторонних отношениях государств. Также Москве не нравится усиление геополитического влияния Пекина в Центральной Азии, Закавказье и Африке. Как известно, Россия и КНР всегда боролись за выгодное политическое положение и вес в азиатском регионе и африканских странах. Ко всему этому добавляется ШОС, Шанхайская организация по сотрудничеству, о которой я уже говорил. Где давно место главного игрока занимает именно Китай. Какой итог тут можно сделать? По сути, до полномасштабного вторжения российско-китайские отношения были экономически стабильными. С каждым годом бизнес обеих государств все больше соприкасался друг с другом. Особенно это касается нефти и газа, которые КНР уже давно покупает у РФ по заниженным ценам. При этом союз этих двух стран скорее походит на временное сотрудничество, от которого обе стороны берут по максимуму. Кремлю и Пекину очень выгодно поддерживать псевдо-дружеские отношения на международной арене, так как их ключевой соперник это США и их союзники. На протяжении многих лет Российская Федерация и КНР держались одной целью. Установление нового мирового порядка с полным контролем сфер интересов вокруг него. Именно похожие взгляды на управление миром и свели Си Цзиньпиня с Путиным за одним столом. Что изменилось между странами после 24 февраля? Война в Украине одновременно и укрепила и обострила отношения России и Китая. Хотя Пекин в целом отмалчивается по поводу развязанной Путиным полномасштабной войны. Некоторые эксперты считают, что Си устал от потерь, которым война Кремля приводит экономику и репутацию Китайской Республики. Чтобы далеко не ходить, то ярким показателем такого недовольства Си Цзиньпиня можно назвать его политику за последние несколько месяцев. Я думаю, заметно, что лидер КНР стал как-то все больше поворачиваться к западу. И как бы ему не хотелось, но то положение, в которое его поставил Путин, вынуждает Китай перестраховываться и выстраивать отношения сразу с двух сторон. Таким образом, Пекин пытается смягчить для себя последствия российской агрессии. Как известно, в начале февраля 2022 года, за 20 дней до вторжения РФ в Украину, Владимир Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпинем. Именно после той встречи появились знаменитые заявления о том, что дружба между странами не имеет границ, а в их сотрудничестве нет запретных зон. Теперь один из источников британской газеты Financial Times утверждает, что на той встрече речь шла о ситуации вокруг Украины. И Кремль не исключал принятие каких-либо возможных мер, если кто-то нападет на российскую территорию. При этом Путин не сообщал лидеру КНР, что намерен начать войну в Украине. В начале полномасштабного вторжения некоторые жители Китая активно поддерживали военные действия и распространяли в соцсетях видео с переводом речи российского диктатора, где он объяснял начало так называемой СВО. В то же время позиция китайских властей была не такой однозначной. Си Цзиньпинь, который когда-то назвал Путина лучшим другом, на войну отреагировал сдержанно. Когда в марте Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию по осуждению военного положения, Китай воздержался. Если бы тогда Пекин проголосовал против резолюции, Запад расценил бы это как откровенную поддержку позиции России. Но и за Китай тоже не проголосовал. Сохранение такой стратегической неопределенности помогает Китаю лучше оценить, какой подход им больше выгоден в тот или иной момент. Открытая неопределенность сохраняется за Китаем уже не первый год. С одной стороны, Пекин открыто называл Вашингтон ответственным за эту войну. Якобы она связана с расширением НАТО в Европе. С другой стороны, он не спешит оказывать помощь России. По данным американской Washington Post, РФ неоднократно просила Китай о поддержке как финансовой, так и технологической. Китайские правительственные политологи в частных беседах говорят, что разочарованы и не могут поверить, что Путин мог потерпеть такую явную неудачу в Украине. И все же, несмотря на то, что Пекин говорит о своем нейтралитете, его поведение явно показывает, что он по-прежнему поддержит тесные отношения с Россией. Обида на Запад. Вот что сегодня связывает Российскую Федерацию с Китайской Народной Республикой. Китай опасается, что если к власти в России придет лидер, который не захочет экспортировать в КНР все, что только есть и все, что будет, то и сама Китайская Республика начнет трещать по швам. Вот почему с точки зрения Китая Россия не должна проиграть эту войну. Пекин остерегается прихода к власти РФ нового лидера, что безусловно произойдет в случае военного поражения в Украине. А это поражение российской псевдоармии уже очень близко, что абсолютно все, конечно же, понимают. По сути, за год полномасштабной войны российско-китайские отношения вышли на новый уровень. Только не в плюс, как думает, возможно, Путин, а наоборот. Вот что стоит выделить, говоря о современном Кремле и Пекине. Китай не намерен поддерживать путинскую войну, несмотря на бешеные инвестиции китайцев в бизнес РФ, а также газ и нефть и другие ресурсы, которые Россия продает КНР по низким ценам. Лидер страны Си Цзиньпинь не будет и не хочет иметь что-то общее с большой войной на украинских территориях. Лидеры Китая окончательно перестали видеть в российской власти силу и военный потенциал. Теперь Запад для них не такой уж и плохой. За год от крепкой дружбы Кремля и Пекина остались только слова и бумажки. Потому что на деле все далеко не так прекрасно, как говорят по телевизору. Китай сейчас не просто сильно сомневается в РФ, но и с каждым днем все больше разочаровывается ею. Из-за этого китайской экономике сейчас нужно срочно перенаправить свой потенциал на западный рынок, что по сути она и делает. Россия не так важна Китаю, как он для нее. Это главный основной итог сегодняшних российско-китайских отношений. Путину больше не за кого держаться. Если списка его фальшивых союзников отпадет и КНР, то Российская Федерация со всем успехом потонет в своем болоте очень быстро. В первую очередь пострадает экономика РФ, которая до сих пор жива только благодаря китайским инвестициям. Не будет денег, не будет людей. Потому что жить и служить в стране, в которой нельзя сахара купить сколько хочешь, это уже полное дно 21 века. Кроме того, если Путин потеряет телевизионную поддержку Си Цзиньпиня, то тогда уже ничего не остановит ЕС и Америку. Международная политика настолько связана между собой, что как только одна страна уходит из игры, рушится и вся прошлая история. То есть, как только Пекин отвернется от Кремля, вся оставшаяся осторожность других стран рухнет. И Россию тогда сотрут с лица земли за неделю, а то и за несколько дней. После 24 февраля Китай от надежды и поддержки перешел к разочарованиям и сомнениям. Это далеко уже не тот союзник РФ, о котором РосСМИ до сих пор трещат из телевизора и вешают лапшу на уши своим людям. Настоящие цели Китая касательно РФ. Начнем с того, что отношения КНР с РФ настолько же неоднозначны, как и сам лидер Си Цзиньпинь, который толком нормально не может высказать свою точку зрения касательно российско-украинской войны. А все это потому, что Китай ведет в этом полномасштабном вторжении свою игру, которая в разы запутаннее действий главного диктатора РФ. Давайте по порядку. Пекин не только закупает российскую нефть, импортирует газ и металл, но и продает свои товары россиянам. Следовательно, финансирует военную машину РФ. Для чего он это делает? КНР ведет свою игру, где ключевой интерес заключается с одной стороны в экономическом и финансовом ослаблении России, а с другой в сокращении военного потенциала НАТО, прежде всего США. При этом Китаю выгодно не завершать войну в пользу Москвы, а лишь поддерживать ее для дальнейшего истощения, поскольку от санкционного катка против РФ выигрывает прежде всего именно КНР. Пользуясь случаем, заклятый друг хочет выкачать по дешевке из России все необходимые материальные ресурсы и перспективные технологии. Это пока что цель китайских властей под номером один. Очевидно, что китайцы тупо пользуются положением Путина, загнанного в экономический тупик. Чем слабее РФ, тем больше и выгоднее рынок сбыта китайской продукции. Россия стала уступчивой в политических аспектах, в вопросах аренды земли и ценах на нефтепродукты. Другими словами, мировая изоляция России способствует тому, что Китай может диктовать свои условия для получения тех или иных преференций. Чем дольше будет продолжаться война, тем это выгоднее. Кроме того, не исключено, что Пекин намерен военным образом вернуть Тайвань из-под протекции США. И, соответственно, до определенного времени он выжидал подходящий момент, параллельно анализируя боевые возможности НАТО и делая ставку на постепенное истощение военного арсенала штатов. КНР претендовала на роль сверхдержавы на уровне США. Ей нужны были новые территории, новые ресурсы. Но эта восточная диктатура не хотела рисковать своей экономикой. Вот так очень хитро Китай был заинтересован в войне против Запада, но чужими руками. И вот эти чужие руки, конечно же, российские. По сути, китайцы уже давно заключили свой вариант пакта Молотова-Риббентропа. И только наблюдали и выжидали. Если бы россиянам удалось победить Украину и успешно начать войну с НАТО, Китай тоже вступил бы в эту войну и начал бы выполнять свою часть пакта. Для начала оккупировал бы тот же Тайвань. А вот тут начинается самая интересная часть китайской стратегии, в которой есть ответ на вопрос касательно нейтралитета Пекина. Когда россияне потерпят поражение от Украины, китайцы с радостью примут участие в Дерибане, российской территории, и оккупируют ее восточную часть. То есть, в любом случае, КНР будет в выигрышной позиции. И это главная причина молчания Китая. Еще в самом начале полномасштабного вторжения, Си Цзиньпин рассматривал именно такой двойной формат своих действий. Только вот прошлой зимой он больше полагался на победу РФ и будущую войну с Западом. А сейчас уже перешел на сторону второго варианта, где после проигрыша и раскола России, Китай просто спокойно заберет себе часть ее территорий. Ну а теперь главный вопрос. Возможен ли полный отказ КНР от Российской Федерации? Конечно, возможно. Как только Россия начнет разваливаться, а этот процесс уж точно запустится, то Китай сразу кинет РФ. Понятное дело, что ждать этого шага сейчас не нужно, но в будущем он рано или поздно произойдет. Если говорить о сегодняшнем дне, то Пекин будет продолжать подкармливать Москву своей псевдоподдержкой, чтобы дать Путину ошибочное чувство защиты. Сейчас КНР придерживается одной стратегии, и это стратегия истощения. А вот после того, как Кремль падет, Пекин сделает из России большой сырьевой придаток и даже вполне может на дипломатическом уровне поддержать Украину. Что будет дальше во многом зависит от отношений между Вашингтоном и Пекином. Чем больше они будут обострены, тем больше Китай будет высказываться в поддержку Москвы. Если же КНР и Запад начнут находить точки взаимопонимания, поддержка России Пекином станет уменьшаться. Вот так Россия с главного друга и союзника плавно перешла в роль китайской игрушки. Си Цзиньпинь серьезный стратег 21 века, и об этом не нужно забывать. Кроме того, нужно понимать, что как-либо оправдывать действия Китая тоже глупо. Для украинцев он будет спорным столько, сколько будет молчать по поводу полномасштабного вторжения, тихо поддерживая Путина. При этом украинские власти пытаются активно взаимодействовать с китайской верхушкой, налаживая с восточным лидером контакт. И это правильно. Чем быстрее мир переубедит КНР в том, что Российская Федерация уже на дне, а Запад никаких войн не хочет, тем быстрее Китай кинет Кремль, отказавшись от своей двойной игры. Начнем и все. Все будет Украина. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу позиции Китая, и что вообще от этой страны можно ожидать. Будет интересно почитать ваши предположения.